Здарова, народ! На этой неделе стартует российская премьер-лига. На этой неделе, понимаете, уже на этой. Межсезонье подошло к концу и время подвести итоги. Если помните, у нас было своеобразное бинго, так что в этом выпуске мы посмотрим, что из моих хотелок закрылось, а что так и осталось мне сделано. Пишите, кстати, и вы в комментариях, что из того, что вы хотели, чтобы произошло в этом межсезонье, собственно, произошло, ну а что нет, сверим впечатление. Забегая вперед, хочу сказать, что сбылось довольно много событий, так что настроение у меня перед рестартом сезона хорошее. А еще лучше его делает акция от нашего, ну и не только нашего партнера, компании Фонбет. Всем подписчикам моего канала, впервые регистрирующимся в мобильном приложении, при предъявлении промокода ЕЖЕЛОКО дарят целых 2000 рублей фрибета. Используйте их с умом. Вы как хотите, а я, пожалуй, поставлю на то, что локомотив окажется в тройке по итогам сезона с коэффициентом 4,5. Ну а что, до Сочи всего 3 очка, а межсезонье вышло довольно продуктивным. Начнем с трансферных дел, и тут у нас попадание практически стопроцентное. Напомню, что мне хотелось приобретение форварда и ухода Федора Смолова, покупка молодого иностранца под стратегию, уход кого-то из центральных защитников под место для Мампасси, российский паспорт для Онова и уход Маця Рыбуса для того, чтобы соблюсти баланс легионеров. С форвардом все вышло отлично. Федор Смолов команду благополучно покинул, а споры о том, правильный ли локомотив сделал, что отпустил Федора, и мог ли клуб заработать на нем побольше, будут еще долго не стихать. Но как человек, который посмотрел примерно 2 миллиона товарищеских матчей Динамо на этих сборах и 5 игр локомотива, скажу, что даже если во мне и были какие-то сомнения в том, стоило ли отпускать нашего лучшего бомбардира, они развеялись. Смолов Динамо играет ровно в тот же футбол и в 7 товарняках забил 4 гола, 2 с пенальти ворота вооруженных сил Каттера. Да, Динамо зачем-то решил устроить этот цирк. За тайм с Федором Динамо забило 3, ну а за тайм без него еще 9. И по голову Федор забил российским командам Енисею и Сочи. Ну а начиная с 13 февраля Федор вообще не играл по медицинским причинам, хотя Динамо с того времени провело еще 3 товарищеских матча. Ну, в общем, все знакомо. У Локомотива же теперь на острие Ян Кухта. Ян не влияет на игру так же, как Смолов, он не стремится владеть мячом, но на сборах забил 5 голов в 4 матчах. Мог бы забить во всех 5 товарняках, но в матче с Мельда не реализовал убойнейший момент. Даже 2. Кухта пока только адаптируется, но уже по этим товарищеским матчам виден стиль, с которым он играет. Максимальная эффективность, постоянный прессинг и рывки под любые передачи. Услада для глаз. Все прям как я хотел. Пару Кухти в нападении составит теперь Уилсон Исидор, та самая молодая звездочка под стратегию. Забрали его из Монако, но там он играл мало. Много играл и забивал он в Бастии Барго, но это всего лишь третий по счету чемпионат Франции. Я уже говорил о нем в прошлом видео, если еще не смотрели, обязательно гляньте. Ну и кстати, почему вы, собственно, его не смотрели? Пойдем на канал, не подписаны. Подпишитесь и в качестве извинений не забудьте поставить лайк. Всех остальных это тоже касается. Если Кухта это эффективность, то Исидор отвечает за постоянное нагнетание опасности. В целом пары выглядят очень перспективно и весьма неплохо дополняют друг друга. Разве что играть головой как не было, так и некому. Мампаси успешно получил российский паспорт. Теперь он не легионер и успел оставить двоякие впечатления на сборах. Его первый пас шикарен. Он неплох на стандартах у чужих ворот и в целом неплохо смотрится в плане физики. Но вот со стабильностью и концентрацией проблемы есть. Он допускал ошибки, которые приводили к взятию ворот. Ошибался в простых передачах, ошибался в позиционной игре. Потенциал очевиден и парню всего в 18 лет. Но если говорить про борьбу за медали здесь и сейчас, то, пожалуй, я бы не хотел видеть Марка в играх с топ-соперниками. Место в составе Мампаси занял благодаря отъезду Мурилу в Бразилию. По деньгам мы особо ничего не потеряли, но и не приобрели. Вернули потраченное. Возможно, могли бы выручить чуть побольше летом. Но и 2,5 миллиона вполне себе хлеб, так что засчитаем пункт про продажу. Все не бесплатно. Продать кого-то нужно было сейчас, а на Пабло, судя по всему, спроса не было. Мурилу стабильно выходит сейчас за полмер из чемпионата штата. А вот на более серьезные матчи клубного Кубка мира, например, тренер бразильцев выставить Мурилу не решился ни разу. За что и был, кстати, наказан. Сменщик Мурилу Луан проиграл финал в соло. Заработал глупый пенальти, а затем удалился. Будет знать, как не выпускать паровозов на решающие игры. Единственное, что не сбылось, это уход Маце Рыбуса. Он остался с нами, и эти полгода мы проведем вместе. Не сказать, что я расстроен, но наши фланги обороны меня как не радовали, так и не радуют. И Маце Рыбус, игрок сборной Польши, который вроде бы должен возвышаться глыбы над Текнезианом, Нинаховым, Живоглядовым, на деле просто составляет им достойную компанию. Много ошибок, глупые грубые фолы, практически полная бесполезность впереди. Хотя, кстати, свой гол Маце нашел, добил Гёте Борг ударом издали. Чтобы срастить все по лимиту, который пока еще такой же, как и был, 8 иностранцев, кроме паспорта Мампаси нужен был уход одного легионера, и им стал Тино Анжарин, тем самым забраковав один из пунктов моего бинго. На сборах ни он, ни Антон Миранчук не сыграли в итоге ни минуты и продолжают лечиться от своих травм. Антона теперь ждем, наверное, только к Апрелю, а Анжарина не ждем вообще. Он ушел в очередную аренду, уже внутри Англии, как и положено, молодым английским талантам. Спасибо за гол Марселю, но в целом Анжарин больше запомнился своим номером на спине, а не игрой. Перейдем к товарищеским играм. Их было 5. В двух мы победили, в двух сыграли в ничью, в одном проиграли, соответственно. Разница забитых и пропущенных нулевая. В целом, в большинстве матчей Локомотив играл очень даже весело и задорно. Регулярно заходил в штрафную и имел уйму моментов для того, чтобы забивать. И даже, в принципе, забивал, собственно. В первых четырех матчах было забито 9 голов, больше двух за игру. В пятом вообще не забили, хотя имели хорошие возможности, а судья мог бы, в принципе, и поставить хотя бы один из трех пенальти. Но и так неплохо, жаловаться на атаку не приходится. Чего не скажешь об обороне. Так ни в одном из матчей мы не ушли сухими. А главная боль, это игра на стандартах. С них у нас вообще в каждом матче возникали какие-то проблемы. В бинго, кроме игры Антона и Анжарина, я хотел еще две вещи. Это победа с тремя и более забитыми мячами и дубль Керка. Побед случилось две. С партией забили три, Гетеборгу четыре. А вот дубля Керка не получилось. Хотя надо сказать, что в обоих победных матчах именно у Керка победные голы. Так что своеобразный победный дубль он исполнил. Ну и завершим тему сборов еще двумя пунктами. Один про пополнение тренерского штаба, другой про физические нагрузки. Нагрузок было много. К сожалению, обзора сборов как такового мы не получили. И мало что знаем про то, что там происходило. Но, судя по всему, просто ребятам не было. И пробежки, и регулярные занятия в зале, и тренировки в двухразовом режиме. Судя по всему, до самых последних дней сборов. Даже прямо вот сейчас. Посмотрим, как все это скажется на команде. Есть ощущение, что в первых играх она будет тяжеловата. Как, собственно, еле передвигала ноги в последнем товарищеском матче с Мельды. Но если это позволит создать задел на весь год и избежать вала травм, значит все окупится. Пожалуй, зачту этот пункт. Но хочется все-таки услышать конкретно от кого-то из футболистов, что им было реально тяжело физически пережить эти сборы. Желательно от старичков, которым есть с чем сравнивать именно в локомотиве. Что касается тренерского штаба, то здесь два пополнения. Сашу Марта анонсировали еще до того, как я записывал видео про ожидания от межсезонья. И он действительно пришел, занялся вратарями. На какой-то момент он выпал из тренировочного процесса, и его подменял специалист по физподготовке Лусио. Но затем вернулся, выиграл гонки на картах и продолжил заниматься с Худяковым, Савином и Матюниным. Потом еще Гильермо подключился. Сделать из них гениальных вратарей за полтора месяца не вышло. Худяков хорош на линии, но все еще не понимает, как играть на выходах. А Савин вообще нигде не блещет. Ждем, очень ждем возвращения Гильермо. А вот совсем новый немец это Реми Эллер. Человек, который работал с молодежными командами в Санкт-Пауле, а затем ушел скаутить в бельгийский Беверин и оттуда уже пришел в команду Гизделя. Ничего определенного сказать про него не могу. Тренер и тренер че бухтеть. Но теперь я могу вычеркнуть этот пункт Бинго с чистой душой. А также отметить, что практически полностью второй сбор пропустили Ласьков и Пашинин. Почему, по какой причине, никто не сказал. Как и о причине отсутствия, собственно, Саши Марта в течение нескольких дней. Ну что ж, предполагать будем самое худшее. Стажировку у Райбника в Манчестер Юнайтед. Теперь совсем коротко о пунктах Бинго, которые не касались команды напрямую, но лично мне были важны. Большое интервью от кого-то из руководства клуба мы получили. Этим кем-то стал Ларс Корнетко. И интервью действительно довольно хорошее. Про будущее, про то, что должно получиться из локомотива. И на что обращают внимание как раз вот в этом спортивном блоке. Жалко, что оно только одно. Но, может, еще по завершению трансферного окна кто-нибудь да выступит. Мне бы этого хотелось. Увы, например, за все межсезонье мы только один раз послушали Гиздаля, и то это были какие-то абсолютно формальные слова по завершению первого сбора. Да, все, что мы планировали, мы сделали. Игроки очень серьезно и хорошо относились к тренировкам. Все, что мы запланировали, мы сделали. Для сравнения, даже не особо этого желая, я за эти полтора месяца минимум четыре раза смотрел интервью только-только приехавшего в Краснодар-Фарке. Бедарев в разгар сборов уехал на Олимпиаду, и его статус в локомотиве я, честно говоря, сейчас не знаю. Про волнение Кошкина тоже нам никто ничего не сказал, кроме самого Кошкина. Вот так вот настроено информирование в локомотиве. На место Кошкина сватают Ольгу Сучкову, и предварительный поиск достижений по интернету меня в целом воодушевляет. Работа в ульбольном клубе слишком специфическая, чтобы говорить наверняка, но направление поиска лично меня довольно порадовало. По идее, должно стать гораздо лучше. Конечно, ни о будущем стадиона, ни о Байковке, ни даже о праздновании столетия нам ничего не сказали. Втихаря выкатили госзакупку, затем уволили Кошкина, госзакупку отменили, зачем-то выпустили официальный пресс-релиз, который только всех запутал. Какой-то генератор случайных пресс-релизов работает на полную катушку у нас. О важных вещах молчат, вообще ничего не говорят, зато вдруг потом по какой-то мелочи пуляют абсолютную бессмыслицу, которая вообще никому не нужна. Работы у Сучковой непочатый край. В молодежном блоке все по нулям. Андрей Федоров работает в Казанке, новых игроков в Казанке ровно ноль. Немножко пополнения из молодежки, уход довольно большого количества старичков, и как планируется выполнять задачу по выходу в ФНЛ, вообще непонятно. В молодежке пара новых лиц все-таки появилась, но главные проблемы не решены, забивать все еще некому. А Вадим Раков при этом все так же с командой UFL2. Что ж, видимо мы чего-то не понимаем. Видимо только в Германии и Австрии 17-летние парни могут выходить на поле, даже за взрослые команды и решать матчи. А теперь мы еще знаем, что и в Швеции есть такие ребята. А у нас это рано даже для молодежки, не то что основы. Хоть ты трижды задоминируй всех в сильнейшей юношеской лиге страны. По моим подсчетам сбылось примерно 10 пунктов из 20. Если честно, настроение сдержанно оптимистичное. Год назад Локомотив проехался по сборам катком, и это немножко пугало, как оно будет в сезоне. В сезоне оказалось прям хорошо, хотя и порой со скрипом. На этих сборах было очень мало матчей, и ряд футболистов вообще не получали игровой практики. Хлынов или Борисенко, например. Это удивляет, такого мы еще не видели. Тем интереснее будет посмотреть, каким Локомотив будет в сезоне. Стартовать придется сразу против главных соперников Краснодара и ЦСКА. Затем пауза на сборной почти на три недели, затем уже финишный спурт с огромным количеством матчей. Есть тревожащие моменты, например, вратарская позиция или стандарты у своих ворот. Но вместе с тем смотреть матчи Локомотива было очень интересно. Даже игра с Мельдой, хоть и завершилась полнейшим фиаско, хоть футболисты в каждом тайме еле-еле ходили после 15 минуты, все равно смотрелось динамично. Мне нравится такой футбол. Будем надеяться, что он принесет нам много побед. Задача в этот раз не такая невыполнимая, как год назад, но и ответственности побольше. Удачи в субботу. Времени для раскачки, напомню, нет. Никаких тамбов в кубке, сразу Краснодар и Фарки. С вами был Тим. Пока!